Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Все на уборку перед майскими праздниками. В Сочи завтра пройдет общегородской субботник. В сочинских котельнях начался плановый ремонт. Энергетикам надо успеть модернизировать десяток объектов. В одном стиле, желательно с голубым флагом. В Сочи обсудили подготовку к пляжному сезону. Урок мужества и урок жизни. Герой двух государств сегодня приехал в гости к сочинским школьникам. Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность. Такой темой сегодня открылось пленарное заседание 5-го юбилейного Ялтинского международного экономического форума. Участие в нем принимает и губернатор Краснодарского края. На полях деловой площадки Вениамин Кондратьев провел ряд рабочих встреч и переговоров. В частности, с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Между Кубанью и Крымом уже есть реальное сотрудничество. Например, туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Он объединяет экскурсионные маршруты двух регионов. Кубанским чиновникам объяснили, почему неосвоенные бюджетные деньги себе дороже. На часе контроля, который провел губернатор, говорили о спортивных объектах, по которым сорваны сроки строительства. Больше всего вопросов к горячему ключу, Абширонскому и Кущевскому районов. Глава региона предупредил, за невведенные в эксплуатацию спорткомплексы спрашивать будут с конкретных людей. Продолжить тему наши краснодарские коллеги. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе сегодня главная тема часа контроля. На Кубани бум строительства физкультурных площадок, комплексов и залов. В текущем году на эти цели направят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Спортивные объекты шаговой доступности должны появляться в каждом районе Краснодарского края. Но свои коррективы в планы, как это бывает, вносят нерадивые чиновники на местах. В прошедшем году неосвоенными остались больше 100 миллионов рублей. А это примерно 3 новых малобюджетных спортивных комплекса. Четкий, конкретный подход. Один раз срыв объекта больше не надо из-за одного нерадивого зама, который курирует строительство, лишать возможности новых объектов социальных жителей всего района. Мы не можем сказать, что вы не освоили деньги, поэтому больше мы вам их не дадим. Это неправильно, это нечестно. По отношению к жителям, они здесь не виноваты. Что есть зам нерадивые по строительству, которые не в состоянии освоить бюджетные средства, выделены на строительство тех или иных социальных объектов. Жители района не виноваты. Мы начали эту работу с муниципалитетами. Как пример, это у нас город Крымск. Мы в ручном режиме сейчас работаем. И глава включился в этот вопрос. Планы-то огромные. Финансово мы их все подкрепили. У нас четкий алгоритм понимания того, что деньги на эти цели предусмотрены. Бабленные части уже выделены. А самое главное, они защищены. Осталось дело за малым. Построить. В год мы должны построить 15 малобюджетных спортивных комплексов и 10 центров единоборств. И сегодня первые пилоты 10 районов уже готовят проектную документацию на вот эти центры спортивных единоборств, которые к 2023 году будут во всех 44 муниципальных образованиях. Игорь Галась, курирующий в краевой администрации финансовый блок, наглядно объяснил руководителям районов, почему плохо затягивается строительством объектов. Кто, кто своевременно не делает, он, по сути, наносит ущерб бюджету. Потому что, а, если переносится на следующий год, это применяются новые индексы дефляторы. Б, если, например, с этого года у нас увеличился НДС. И, соответственно, на эту стоимость увеличились и работы. То, что время, деньги, на себе ощутили сразу несколько районов Кубани. Сроки завершения строительства спортивных объектов в прошлом году сорвали в Абширонском, Услабинском, Кущевском и Белоглинском районах. Сейчас рискуют не успеть в «Горячем ключе». Там еще в прошлом году должны были выйти на финишную прямую. Однако подрядчик до сих пор не приступил к работам. Это подрядчик, который предшественники довели, который по комфортности в середине немножко нас просели и уже вытаскивали за свои деньги комфортную среду. И, я думаю, он недовытянет. А насколько это повлияет на сроки, которые и так, по большому счету, сегодня уже ушли? По новой провести процедуру электронных торгов, это ориентировочно где-то август месяц. И с августа месяца начать срок, просто просим, если возможно, сдвинуть немножко сроки. Такое ощущение, что не часто это все обсуждает. И глава города, алгоритм вроде как понимает, но как по нему начать двигаться, чтобы с конкретными сроками, пока этого понимания нет. Значит, не до конца что-то проработано, либо не до конца есть понимание. А значит, и результат туманный. Денис Вячеславович с Андреем Сергеевичем вместе с следующим участком контроля не просто алгоритм, а за неделю его сделаете и начинаете по нему двигаться. И выйти на срок. Но речь сегодня зашла не только о строительстве спортивных, но и социальных объектов. Начальник контрольного управления следит за исполнением каждого поручения губернатора. Сегодня напомнил о школе, которую должны построить в одном из пригородов Краснодара. Тем более, что для этого есть земельный участок. Людям в поселке Знаменском обещали, что у них что-то будет. Эти два гектара, как, я не знаю, бесценная земля. И то мы не можем эту бесценную землю использовать интересов жителей поселка. То, что нужно, школа номер один. Значит, давайте школу строить, брать и строить. Но запроектировать точно должны были уже. Согласен полностью, Вене Иванович. Поэтому, для того, чтобы пока разбирались, что же делать, мы проект не потеряли. Мы его перенесли, этот проект Новознаменский, через дорогу. И школа начинает уже строиться в этом году в Новознаменском. Давайте на следующий час контроля. Следующий час контроля тоже. Анна Алексеевна, а здесь вы под свой контроль берите. Максим Альич, все пометки сделали? Да, да. Все. То есть вы должны докладывать о том, что проект на экспедиции, как минимум. Если сейчас не вступим в этом году, ни в какое свидетельство, то, поверьте, это только в следующем году. Это просто уже два года обещаний. Чтобы подготовить ответы на вопросы, озвученные сегодня губернатором на совещании, у чиновников не так много времени. Час контроля проходит каждый месяц. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. В Сочи объявлен общегородской субботник. Его проведут завтра, 20 апреля, специально накануне майских праздников. Мэр города Анатолий Пахомов поручил главам районов и сельских округов лично проинспектировать территорию и составить план мероприятий по уборке. Сочинцев просят присоединиться к субботнику и привести в порядок свои дворы. Транспорт для вывоза мусора предоставят районные власти. В это же время поднапрячься придется и дорожным службам. До майских праздников они должны закончить ямочный ремонт на городских дорогах и обновить разметку. На маршрутах Лазаревского направления повысится стоимость проезда. 29 апреля цена за билет в автобусах номер 75, 76, 77, 80 и 81 будет увеличена с 22 до 26 рублей. Это городские маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу. Согласно закону о пассажирских перевозках, стоимость проезда в таком случае устанавливает перевозчик. Изменения коснутся только тарифной зоны в 22 рубля. Стоимость проезда на остальных участках по маршруту останется прежней. В сочинских котельных начался плановый ремонт. На профилактические работы уже закрыты три котельные номер 17, 19А и 29А. А вот котельную номер 14 в этом году отключат позже с 13 по 27 мая. По плану у Сочи Теплоэнерго проведение реконструкции пяти котельных и центрального теплового пункта Кавказ в Костинском районе. Котельная номер 24, газификация котельных номер 21, 25, 32 и 33. Кроме того, планируется капремонт ветхих теплосетей, установка счетчиков на магистральных ветках и замена узлов учета газа в 23 котельных. Также предприятия планируют провести температурные и гидравлические испытания. Некоторые котельные остановятся на пару недель, некоторые – до октября. В случае таких длительных работ абонентов подключат к другим объектам – Сочи Теплоэнерго. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 20 апреля в Сочи переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью – плюс 8, плюс 10, днем – 10-12 градусов выше нуля. Все заявленные сочинские пляжи признаны достойными голубого флага. Эксперты общественной экологической организации пришли к выводу, что по всем критериям 13 пляжей курорта достойны этой престижной награды. Заседание международного жюри состоялось в Копенгагене. В ближайшее время городу передадут эко-сертификаты и сами голубые флаги. А пляжи отметят на специальной карте самых благоустроенных и рекомендованных для отдыха пляжей мира. Ежегодно ее обновляют к началу летнего сезона на сайте международной организации. Сейчас здесь есть информация о 4,5 тысячах пляжей в 44 государствах. Учитываются три десятка параметров – это и доступность среды, и экология, и безопасность на пляжах. Престижную награду в этом году получат детский пляж Чайка, пляжи Приморский, Ривьера, Взморье, Камелия, Приморский-1, Мориса Тореза, пляжи Санаториев Заполярье, Юг, Отели и Бархатные сезоны и Рэдисон Парадайз, курорта Роза Хутор, а также пляж в районе Турбазы Чайка. Однако голубой флаг может развиваться на пляже только один сезон. На следующий его снова нужно будет заслужить. Сочи продолжает подготовку к летнему курортному сезону. Работы немало. Актуальные задачи обсудили на расширенном совещании по подготовке санаторно-курортного комплекса к притоку отдыхающих. Как будет выстроена транспортная логистика и готовы ли пляжи к сезону? Ответы на эти и другие вопросы в нашем следующем репортаже. В Сочи летом это в первую очередь отдых у моря. Поэтому наиболее актуальным вопросом является подготовка и благоустройство пляжных территорий города. Основное, конечно, на пляже должны присутствовать все первичные средства обеспечения безопасности на воде. Это спасательные стойки, круги, сами спасатели, спасательные вышки. Но, естественно, мы уделяем большое внимание единому облику пляжных территорий города Сочи. Деревянные дорожки, душевые кабины, раздевалки, зонты – все эти непременные атрибуты комфортного пляжного отдыха должны быть в единой цветовой гамме. За счет отдыхающих летом увеличивается нагрузка на работу жилищно-коммунальной сферы. Сейчас на курорт идет переход на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Но, как отметили представители департамента городского хозяйства, до конца года изменения введены не будут. Помимо этого, на встрече обсудили вопрос об ограничении использования личного транспорта в летний курортный сезон. Так было принято решение выделить перехватывающие парковки для автомобилей иногородних граждан. Ограничить движение общественного транспорта внутри Сочи всем приезжим. Не путем запрета. Очень важно, чтобы сменить правильно. Никому не запрещать. Но рекомендую. Приехал, поставил на парковку и пользуйся общественным транспортом. Это очень важно. Это будет проще для туристов и для местных жителей. Не оставили без внимания городской карнавал. В этом году темой для него стал театр. Каждая колонна будет представлять свой жанр театрального искусства. От цирка до зимнего театра по курортному проспекту. Помимо этого, изменится и маршрут движения участников. Также общественный совет обсудил использование питьевых минеральных вод сочинских месторождений. Было принято решение оборудовать городские здравницы бюветами сочинской минеральной водой. Подготовка к летнему курортному сезону находится в завершающей стадии. В этом году Сочи рассчитывает принять 4 миллиона гостей летом. Гелена Овсицына, телекомпания «ФКТ». Князь Владимир вышел из ДОКа. На Новороссийском судоремонтном заводе судно прошло освидетельствование перед летней навигацией. Были проведены детальные осмотры, замеры, испытания и проверки судового оборудования. Все работы приняты экспертами Российского речного регистра. Кроме того, в ДОКе модернизировали судовую электростанцию. Сейчас князь Владимир пришвартован в морском порту Новороссийска и готовится к швартовым и ходовым испытаниям. И только потом судно прибудет в Сочи. С 28 апреля по 10 мая на лайнере будут снимать кино. А регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь начнется 12 мая. В Сочи приступают ко второму этапу строительства сквера на Мацесте. 60 млн. рублей на это выделены из федерального и регионального бюджетов. Сейчас мэрия определяется с подрядчиком. К активному строительству приступят в июне. Планируется расширить уже построенный отрезок речной набережной и проложить прогулочные и велосипедные дорожки, а также озеленить территорию. В ближайшие несколько лет строительство этой набережной будет полностью завершено. Третий этап работ – соединить главное ванное здание Мацесты с морем. В этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» начнется строительство еще трех общественных зон Сочи. На это из федерального и регионального бюджетов будет выделено почти 150 млн. рублей. Речь идет о благоустройстве сквера по улице Альпийской у дома номер 23, сквера у 26-й школы в Адлере и сквера по улице Тормахова в Лазаревском районе. Специалисты Сочинского нацпарка прочитают лекции экскурсоводам. На совещании с представителями туриндустрии города было предложено провести курс тематических лекций. Задача – повысить профессиональный уровень экскурсоводов накануне курортного сезона. Первые четыре лекции пройдут в четверг, 25 апреля. Слушатели узнают о возможностях экотуризма и историко-культурном наследии национального парка, а также о животном мире и флоре Сочинского при Черноморье. Читать лекции будут ведущие научные сотрудники парка. Начало лекции в 10 часов. Экскурсоводов и руководители турфирм ждут в административном здании на курортном проспекте 74. Сочинский стадион, на котором играли Митревелли и Неймар, отмечает сегодня свое 55-летие. Строительство центрального стадиона началось с закладки первого памятного камня, который до сих пор находится у западной трибуны. 19 апреля 1964 года народную стройку начали более 2000 юношей и девушек из 65 организаций, плюс 200 спортсменов. Первая очередь была сдана два года спустя и открыта футбольным матчем между сборными Сирии и Советского Союза. Строительство было завершено в 1968 году. Город получил прекрасную для того времени спортивную арену вместимостью 13 тысяч мест. Но уже в начале 90-х, после проведенной реконструкции, количество мест уменьшилось до нынешних 10 тысяч 200. Спустя некоторое время после открытия центральный стадион в народе стали называть в честь самого популярного сочинского футболиста Славы Митревелли. Но официально это имя было присвоено объекту лишь в 2016 году. Во время Чемпионата мира по футболу стадион был основным местом для тренировок сборной Бразилии. Игроки оставили восторженные отзывы. Сегодня инфраструктура стадиона позволяет проводить соревнования по более чем 40 видам спорта. Бегу, спортивной ходьбе, метанию копья, футболу, регби и другим. Герой двух государств сегодня приехал в гости к сочинским школьникам. Во всех сочинских школах к 9 мая проводятся уроки мужества. Сегодня герои Советского Союза и в то же время герои России Павла Сюткина встречали ученики с 7-й школы. Павла Павловича Сюткина в преддверии праздника каждая школа старается пригласить к себе. И трудно уже в таком возрасте герою, но желание объяснить детям, что такое война и как нужно беречь этот мир, дает силы. Конечно, много есть информации в книгах, фильмах про Великую Отечественную войну, но нам очень интересно узнать из первых источников, от людей, которые знают больше, чем написано в книгах. В тельняшках и бескозырках девятиклассники. Их класс носит имя контр-адмирала Владимира Быкова, герой Советского Союза, к сожалению, не дожившего до наших дней. За что присваивают такое высокое звание, детям объясняет Павел Сюткин. Кстати, его имя носит 7-й А-класс в 14-й школе. Золотая звезда героя Советского Союза. Что это такое? Это знак особого отличия. Павел Сюткин любил акробатику и мечтал стать цирковым артистом. Но ушел к добровольцам на фронт в 42-м году с Брянщины и дошел до Восточной Пруссии. Пять раз сгорел в бронемашине, пережил ранения и контузию. Ребята, это обыкновенный крестьянский мальчишка, бацаногий, который бегал по улицам, играл в лапту и мечтал закончить институт. Но война позвала его защищать родину. В 21 год первый бой и в 23 он закончил войну, дважды представлялся к званию героя Советского Союза. Но награда нашла Сюткина уже в мирное время, спустя десятилетия. Поэтому фактически герой Советского Союза получил орден Героя России. Сегодня Сюткину 97. Он, как и в прежние годы, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Объясняет ребятам, что угрозы были и будут всегда. И дело каждого поколения защитить свою родину. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Билайн на 76-й кнопке. И в социальных сетях в группах новости Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...